С рождения Бобби поймальчиком был, имел он и хобби, он деньги любил, любил и копил. Вот люблю я этот замечательный мультфильм «Остров сокровищ» называется. Ну а, собственно говоря, особенно мне нравится вот это вот стремление молодого человека заработать свою трудовую копейку. Мне кажется, в этом вот есть что-то облагораживающее. Ну вот если человек с измольства приучается относиться к деньгам так, что их надо зарабатывать, к этому надо стремиться, мне кажется, это правильно. Ой, ну как же это не просто, это полезное понимание того, откуда деньги берутся, как мой сын всегда говорил, мам, ну сходи в банкомат, возьми, их же там много. А объяснить, как они оказываются на кошельке, тут уже сложнее. Поэтому знания необходимы, но придется с этим как-то разбираться. И поэтому этим вечером в студии 12-го канала в программе «Тот еще вечер» мы, Владимир Муторкин и Наталья Рогалева, будем говорить о том, ну не то чтобы как сделать из детей миллионеров, но воспитать в них правильное отношение к денежкам и, возможно, в будущем открытием дорогу в предпринимательство, вот это да. Привить трудовую дисциплину и научить зарабатывать деньги. Хорошо сформулировал. Прекрасная цельная вечер. Ну тогда начнем работать. Вот трудовая дисциплина у тебя с детства привита. У меня дисциплина никогда не привита, до сих пор не привита. Ни с детства, ни со взрослости. Какая дисциплина может быть? Ну как сказать бы, ибо работа такая, требующая большого количества разных качеств, в том числе трудолюбия. Хотя не знаю, что там важно для того, чтобы быть предпринимателем. Вот я не они, я человек творческий. И мне кажется, они способны зарабатывать деньги, ну какие-то колоссальные. Так что прям ох. Творческие личности многие прекрасно зарабатывают деньги. Вот у нас тут был недавно Никас Сафронов, помнишь? Он довольно солидные суммы получает за свое творчество. Ну, видимо, мне талант надо помогать. Мы сегодня будем говорить о молодых предпринимателях. Никас уже покинул тот нежный возраст, когда может считаться молодым предпринимателем. А мы сегодня будем говорить о том, как с измольства научиться зарабатывать деньги. И у нас соответствующий опрос под это дело уже создан. Расскажи нам про него, пожалуйста. Да, что касается опроса, он, в общем, касается не самых юных лет. Потому что мы решили у вас спросить, по вашему мнению, а вот какая форма поддержки начинающему бизнесмену, на ваш взгляд, самая продуктивная, самая ощутимая и необходимая ему. Ну, вот из таких вариантов, которые нам пришли на ум, это налоговый льгот. Об этом много говорят, да, часто налоговые каникулы, освобождение от налогов, какие-то там другие проценты, которые они должны отчислить и так далее. Бесплатная аренда. Тоже вопрос достаточно важный. И мы знаем, что, допустим, те же творческие люди, архитекторы, скульпторы, у них где-то мастерские тоже на льготных правах предоставляется им аренда, либо вообще бесплатно. Так что тоже ощутимая поддержка. Бесплатная юридическая поддержка. Либо я бы добавила какая-нибудь бухгалтерская. Знаю, что там тоже важно. Льготные кредиты и займы. И вариант, помогать нужно только производством. В сфере продаж услуг можно своими силами справиться. Я бы еще добавил не мешать, конечно. Ну, это можно написать в комментариях. Здесь тоже открытая ячейка. А еще, что самое важное, у нас работает линия прямая телефона 607044. Пожалуйста, если у вас есть вариант того, как же поддержать начинающих бизнесменов, если вы сейчас начинаете свой бизнес, у вас есть вопросы или какой-то опыт, которым вы готовы поделиться, чтобы не наступили на эти грабли другие, чтобы избежали этих шишек третьего. Пожалуйста, нам тоже звоните. Полчаса мы в эфире. Будем говорить о предпринимательстве. Совершенно верно. Ну, вот ты сама как считаешь, надо же с измельства заниматься бизнесом? Ну, я бы не сказала, что бизнесом, но чтобы ребенок понимал, что деньги не только у родителей, из кошелька можно тянуть, ждать карманных расходов, и на этом, в общем, до студенчества или до первой работы. Вот как этого добиться? Вот я вспоминал хрестоматийный пример, когда дети Рокфеллера получали от него по 5 центов за пойманную муху. Или по центу. Цены были тогда совсем другие. То есть, цент был весомее, нежели сейчас. Вот как ты считаешь, это привитие понимания того, сколько стоят деньги? Ну, не знаю. Я была из тех, кто мыл полы и посуду. А я вспомнил тут еще один анекдот про Рокфеллера. Рокфеллер приходит в свой любимый ресторан, обслуживает его постоянно официант. Он дает ему на чай 5 долларов. Он говорит, мистер Рокфеллер, извините, конечно, 5 долларов это тоже деньги, но мне очень хочется спросить, почему вы мне даете 5 долларов на чай, а ваш сын дает 50? И Рокфеллер на это ответил, что если бы у меня был такой отец, как у этого сынка, я бы давал вам и сотню. Так что вот. Ну, вот не знаю. Но опять же, кто-то говорит из специалистов, да, сферы бизнеса и психологии, что платить детям за домашний труд ни в коем случае нельзя, потому что это сфера личной ответственности, личных обязанностей. И человек должен понимать, что вот на этом нельзя. То есть можно каждый день мыть полы и зарабатывать там 3 рубля, по-моему, ставка за полы, что-то у нас рубль за пособу. Ну, я понял. Давай, у нас же ведь еще все-таки есть примеры, когда молодые люди совсем еще в нежном возрасте начали зарабатывать деньги. Ну, вообще в мировой практике они, конечно, встречаются. Вот по России, честно говоря, не нашла статистики, сколько у нас несовершеннолетних предпринимателей. Ну, вот как-то обозначены. Знаешь, что вот на Украине в прошлом году было 77. Ну, вот такая цифра. А любопытные истории всплывают тут и там. И вот, например, один из детей, о которых мы все... Один из героев, да, о котором можно бы рассказать. Его зовут Мазай Бриджес, или просто Мо его называют. Дет Мазай. Ну, да. Так вот он начал в 9 лет свой бизнес по пошиву галстуков бабочек. Он, во-первых, научился это все делать сам. Он не перекупщик. И не продает то, что делает бабушка. Бабушка его научила. За 2 месяца он освоил это дело в совершенстве. И что еще самое важное? Вот он сам понимал, может быть, человек, воспитанный другой культурой, там, американской, где телевидение, ну, как-то воспринимается вообще как очень мощный источник продвижения, способ продвижения. Так вот, когда начали к нему обращаться за интервью, он непременно всегда одевал свои бабочки и тем самым понимает, что он свою продукцию представляет. И буквально за считанные месяцы он заработал 30 тысяч только на онлайн-продажах. Он хочет стать дизайнером. Он уже составил себе бизнес-план и творческий график на несколько лет вперед. И уверен, вот он же 3 года этим занимается вполне успешно. Я несколько лет назад в одном из журналов прочитал историю про совсем еще юного англичанина, житель Британии, 6 или 7 лет. Вдруг открыл в себе невероятный дар. Он мог определить ценность старой вещи. То есть он ходил по барахолкам вместе с родителями, конечно. И вот те вещи, которые он выбирал, потом оказывались невероятной стоимостью и цены. То есть вот так вот творческая личность тоже может заработать. Но это, правда, какой-то природный дар невероятный. Чутье такое, интуиция. По данным Левада-центра, 13% россиян хотят, чтобы их дети в будущем стали предпринимателями. Вот такая позиция. Больше голосов родители дают только в пользу выбора профессии врача, юриста и экономиста. Вот такая у нас раскладочка по России. Поэтому сегодня очень легко найти в пособиях для родителей и советы о том, как же вырастить юного предпринимателя. Ну вот мы с тобой обсуждали оплату труда как способ заработать деньги. Но ведь предприниматели — это ещё люди, те, которые могут найти возможность заработать где-то самим или склад ума особый. И вот несколько советов. Например, нужно брать ребёнка с собой на работу, потому что он будет видеть, что человек работает, папа старается, вкалывает, трудится. Деньги не просто так берутся. Можете взять на заметку. Нельзя ругать за ошибки, потому что ошибки — это пробы чего-то нового. Если человек не будет ошибаться, не будет ничего нового. И ребёнок тогда будет вырастать не из консервативных взглядов, а будет больше нащупывать чего-то интересного вокруг себя. Ну хорошо. А между тем я хочу вернуться всё-таки к нашему опыту. Я имею в виду опыт у Омской области. У нас же ведь тут тоже есть замечательные примеры, как молодые бизнесмены развивают дело своё. Причём развивают ведь не просто тоже, как вот тот вот мальчишка с бабочками «купи-продай», а строят настоящее большое хозяйство. И у нас есть сюжет об этом. Давайте мы его сейчас посмотрим. Рабочий день Анастасии Алёшиной начинается в 5 утра. И не с кофе, а с сена. Его нужно как следует разворошить, чтобы посвежее было. Такое корова ест охотнее. Эта девушка знает точно. Вчерашняя школьница сегодня уже глава небольшого крестьянско-фермерского хозяйства. Всё по-взрослому. Каждый день она сама кормит, поит и доит животных. А ещё ведёт учёт у доев в личном журнале. Прямо на стене старого сарая. Организовать свою фирму Анастасия решила, едва ей исполнилось 18. Пошла по стопам родителей, известных в районе фермеров. Поэтому на своё совершеннолетие попросила не смартфон и недорогое украшение, а кредит. На эти деньги купила 6 коров. Зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Теперь поит молоком собственного производства односельчан. Причём с доставкой на дом. Как говорится, теснит конкурентов с молочного рынка качеством сервиса. Я бы хотела открыть такие мини-филиалы по всей России. Потому что большие фермы не смогу я пока одолеть. А вот мини-филиалы, 20-30-50 коров смогу оформить. И пока я вижу, что оно идёт, покупателям нравится. Развивать своё дело помогает старшая сестра. Ещё недавно звание самого юного фермера Крутинки носила именно она. Сейчас Олеся фактически деловой партнёр Насти. Опыт плюс инновации – залог успеха семейного бизнеса Алёшина. Даже где-то она может помочь мне. Может много чего-то даже нового понять и принести свои какие-то знания. Но она по-другому начинает видеть какие-то вещи. Как бы я хочу вообще в будущем сделать так, чтобы предпринимательство сельскохозяйства было лёгким заданием. И любой молодой человек с ним справился. Сейчас девушка заочно получает высшее образование. И после окончания института намерена заниматься фермерским делом и впредь. А уже в ближайшее время подаст заявку на получение гранта. Планирует расширить своё хозяйство. Приятно посмотреть, у человека не ветер в голове. А вилы в руках. Да, вилы в руках. Человек с вилами в руках. Мне прекрасно. Раньше было что, женщина с веслом, а сейчас женщина с вилами. В общем, девушки сейчас продолжают своё дело. Несколько лет они трудятся. Буквально со школьной скамьи Анастасия начала помогать родителям. А как только исполнц-18 зарегистрировала своё крестьянско-фермерское хозяйство. И сегодня она считается одним из самых юных предпринимателей в нашем регионе. И её успеху способствовал тот факт, что в 2014 году она прошла обучение в молодёжном бизнес-инкубаторе. А после она победила в конкурсе в номинации «Агробизнес». Вот вам примеры эффективной работы инкубатора. Ну а о том, как же в этом заведении куют кадры, молодые предпринимательские таланты, мы поговорим с нашим гостем. Позовём кузница. В гостях у программы «Тот ещё вечер» Виктор Юрьевич Соболев, коренной амич по образованию радиоэлектронщик. В 2000 году пришёл на работу в администрацию города Омска. Позже перешёл на работу в областную администрацию. А в 2015 году возглавил региональный бизнес-инкубатор. Считает, что для правильного ведения бизнеса нужно верно выбрать цель и точно попасть в неё. Этому принципу он верен со времён срочной службы в ракетных войсках. Добрый вечер, Виктор Юрьевич. Рады видеть за этим столом вас. Я так понимаю, вы тот самый кузнец, который куёт бизнес-кадры для Омской области, правильно? Ну, по крайней мере, бизнес-инкубатором одной из основных задач ставит перед собой именно такое. Ну, я бы позиционировал задачи бизнес-инкубатора в двух направлениях. Второе, скажем так, это помощь тем предпринимателям, которые уже создали свой бизнес, и на начальном этапе создать максимально благоприятные условия для их развития. А вот первое направление, скажем так, это помочь людям, которые ещё задумываются о том, стоит ли создавать свой бизнес, и насколько это возможно, и способны ли они, и готовы к этому, помочь принять правильное решение. И здесь, вот, знаете, руководство промышленных предприятий давно уже пришло к выводу, что инженеров нужно ковать, начиная со школьной скамьи. Соответственно, мы тоже думаем, что предпринимателей можно готовить уже начиная со школьного возраста, со старшего школьного возраста. То есть со скольки лет это получается? 16, 15 лет? С 14 лет уже, да? С бывали, приходят ребята на точку роста, даже с 13. Точка роста, это такая специальная программа, где как раз вы в течение двух лет готовите вот этих самых бизнесменов, ну, условно, скажем, готовите бизнесменов, вы преподаете азы какого-то предпринимательства для школьников, правильно я понимаю? Да. Программа существует уже с 7 лет. Какие успехи, чем похвалиться готовы? Ну, безусловно, учитывая, что мы имеем дело с детьми, со школьниками, мы не ставим целью создания готового бизнеса. Ну, вы что-то понимаете. Предпринимательские программы для взрослых. Наша задача показать ребятам, как можно сделать свой бизнес и возможность определиться, есть ли у них желания, способности и готовы ли они, безусловно, продолжить образование в среднем или высшем учебном заведении, потом каким-то образом создать свой бизнес. Вот, поэтому, говоря о результатах, сколько ребят прошло через точку роста, вот в этом году, с седьмой у нас закрывается сезон, мы подбираемся к двум тысячам ребят, которые более 300 проектов приготовили в течение своего обучения, но, тем не менее, есть и, можно сказать, побочный эффект, что все-таки 26 бизнесов возникло, хотя мы, как говорится, на такую цель и не ставили. То есть, в итоге, безусловно, всего возраста невозможно оформить индивидуального предпринимателя. Я, по правде, говорил, что вообще будут там какие-то единицы, а вы называете уже десятки. То есть, ребята серьезно так подходят. И это успешный предприниматель. А что это за бизнес такой? Сфера услуг, естественно. Ну, в том числе и агробизнес тоже. То есть, есть фермы, где, безусловно, она оформлена, предположим, на родителей, там, на дедушку бывает, на куратор или еще на кого-то, но основной паровоз, который занимается бизнесом, это вот выпускник нашей точки роста. Мне еще кажется, в принципе, и не надо, наверное, ждать, что ребята будут открывать эти бизнесы. Это такая, как бы, кубушка получается. Вот в течение жизни, если необходимость появится у этого человека, он вспомнит знания, которые получены, откроет эту баночку раз и сможет попробовать свои силы в предпринимательстве. Это эти знания, которые никуда же не уходят. Да, и это тоже, но плюс к тому, что точка роста, это, конечно, не академический проект. То есть, мы не преподаем макроэкономику, да, или фундаментальные знания. Да, боже упаси, да, я понимаю. Это игровая форма, форма тренингов, форма деловых игр. И, в частности, развиваются такие качества, как коммуникативность, социализация, умение работать в команде и так далее. Вот такого рода направления, самопрезентация в том числе, да, оно пригодится и не обязательно в собственном бизнесе. И потом где-то при работе по найму или на госслужбе, муниципальной, это тоже нужные качества для человека, которые нужно развивать. И они помогают ему потом в дальнейшей деятельности, в социализации, в обществе. Ну, конечно, да. Поэтому вот еще такой симгулярный эффект. Потому что как раз работа на стыке игры и серьезного, она, по-моему, формирует ребенка как личность просто лучше всего. Ну, по крайней мере, так многие психологи считают. Вы, наверное, прямо видите, как на ваших глазах из совсем еще каких-то хулиганистых юношей и девчонок получаются серьезные... Безусловно, безусловно, это происходит. Но и плюс к тому, конечно же, все-таки в ходе проекта ребята создают свой бизнес-проекты, которые, по сути, ну, скажем так, без пяти минут бизнес-план. То есть при необходимой небольшой доработке с ними можно идти получать, скажем, грант. Даже так, да? Да, ну, при, естественно, обновлении своего бизнеса. То есть, да, наша цель именно прикладное предпринимательство, а не просто какая-то там теория. Ну, вы знаете, на самом деле это очень здорово. А как попасть к вам? Надо какой-то экзамен сдать, тест на наличие жилки. Или каждого берете, а потом уже в процессе выясняется. Абсолютно свободно. То есть ребенок приходит, смотрит. Да, безусловно, кто отсеивается, кому-то не нравится, кто-то остается. Кто-то в течение года, например, ну, нет возможности заниматься. Но абсолютно свободно. И здесь, прежде всего, нужно сказать, что у нас основная часть ребят, они проживают в сельской местности. И здесь вот те администрации муниципальных районов, которые понимают, что им это нужно для социально-экономического развития района, и поддерживают проект, они обеспечивают возможность для ребят им заниматься. Потому что, да, у нас есть и интерактивная часть, но основной все-таки это контакт с преподавателями. И мы в каждый муниципальный район, который участвует в проекте, каждый месяц выезжают преподаватели. Соответственно, администрация обеспечивает сбор ребят с поселений данного района и проводятся вот те самые занятия. Мы к программе, когда готовились, двух молодых бизнесменов послушали, вот их впечатления. Они год уже занимаются бизнесом, они не выпускники инкубатора, они сами по себе, у них лапшичные. И вот мы с ними встретились, чтобы поговорить о том, какие радости, тягости и вообще их впечатления от ведения бизнеса. Давайте послушаем, потом обсудим. На самом деле Омск очень тяжелый на подъем, очень тяжелый на что-то новое. Очень много проектов было крутых, интересных, и они закрывались по истечении трех месяцев, по истечению полугода. Большинство знаний, большинство опыта ты получаешь именно вот, проходя какой-то путь. То есть невозможно получить в институте знания, которые ты сможешь применить вот здесь, в узкой специализации, вот здесь, прямо на практике. То есть мы общаемся с рядом людей, которые находятся в смежных с нами областях. Это там общепит, это служба доставки, и они, в общем-то, с удовольствием делятся какими-то своими решениями, они делятся какими-то своими наработками. Есть и вещи, наверное, какие-то, которые можно было бы изучать в определенных бизнес-инкубаторах, в определенных бизнес-ячейках. Очень важный фактор и показатель – это просто найти, ну, либо бухгалтера конкретного, либо к себе в штат, да, либо на аутсорсинге, который поможет тебе разобраться во всех хитросплетениях. Тут, конечно, могут помочь, да, там, ранее озвученные курсы, но лучше, если это будет полностью обученный человек, который расскажет, поможет тебе разобраться в этом, выбрать наиболее, там, оптимальную систему налогового положения. Но здесь самоцель – не деньги, здесь самоцель – это идея, самоцель – это какое-то твое видение ситуации. Это созидание, да? Деньги не могут быть самоцелью просто первостепенной. Этот подход очень нравится, что деньги не самоцель, а главное, вот именно свое что-то дело какое-то, да, себя реализовать. Это у всех ваших выпускников такой подход? Я понимаю, что это не… Ну, смотря, что говорить о самоцель и деньгах, потому что бывает, например, создается бизнес для того, чтобы получить грант. Так вот, если цель бизнеса – получение гранта, это бизнес мертвый, безусловно. То есть нельзя основываться на каких-то привлеченных деньгах, нужно генерировать деньги в процессе проведения бизнеса. Но, безусловно, все-таки бизнес, предпринимательская деятельность, она производится для того, чтобы получать доходы. Но без этого смысла нет. Все-таки мы говорим о том, что в ходе нашего проекта ребята зарабатывают виртуальные деньги, которые мы каждый год конвертируем в реальные рубли. Плюс на региональном конкурсе там их ждут реальные денежные призы. Поэтому предпринимательский проект, мы учим ребят обращаться с деньгами, понимать деньги, считать деньги, обращаться с деньгами. Но все-таки, как говорить, не самоцель, безусловно, получение денег не должно затмевать собой человеческие ценности, качества и так далее. Но зарабатывать деньги-то не стыдно. Как только говорит, нет, это правильно, это нужно. Пусть это будет цель. Да, мы все свою жизнь посвятили тому, что мы зарабатываем так или иначе деньги. Ну, знаете, был период в нашей истории, когда это считалось, так сказать, нехорошей деятельностью. Согласен, да, что это называлось спекуляцией, я сейчас помню. Да, общество развернуло свое видение по этому аспекту деятельности, по этому всему. Еще обратите внимание, ребята вот рассказывали, что до многого пришлось доходить самим. Вот чего бы хотелось, так это действительно знание. Вот они сейчас могут, допустим, обратиться к вам и получить какие-то знания? Или для них уже поезд ушел, сами начали развиваться и развивались? Нет, безусловно. То есть понятно, что, конечно, это не проект «Точка роста», это уже готовые бизнесмены. Но безусловно. Как бизнес-инкубатор, так и у нас несколько организаций, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которые оказывают консолидационные услуги бизнесу. И по юридическим вопросам, по бухгалтерским вопросам, безусловно. Мы готовы принять каждого предпринимателя с какими-то конкретными вопросами, оказать помощь, что-то подсказать, правильно направить. Это тоже наша функция. Это я специально сказал, потому что это на заметку тем, кто считает себя уже успешным бизнесменом. Потому что учиться никогда не поздно, мне кажется. Лишних знаний, особенно в этом деле, не бывает. «Точка роста». У вас уже через несколько буквально дней состоится очередное подведение итогов. Финал, финалисты. Скажите, год от года уровень ваших выпускников растет? Вы можете какие-то такие сделать замеры? Входящих к вам выпускников даже, да? Ну почему уходящих? Ну, дети приходят с другим уже пониманием, когда они уже более готовы к бизнесу. Или все-таки примерно однородный состав, и каждый раз ничего, по большому счету, не меняется. Нет, вы знаете, одинаковых детей не бывает. Это я с вами соглашусь полностью. Программа, в принципе, уже сформирована. Вот я бы сейчас не сказал, что мы предлагаем какие-то новые опции. Понятно, естественно, какие-то изменения законодательства вносят свои коррективы. Но в целом это уже сформированный такой пакет, который реализуется бизнес-инкубатором. Наши главные партнеры – это Омский институт водного транспорта, совместно с которыми мы проводим данный пакет прикладных программ для детей. И, безусловно, дети разные даже в разных муниципальных районах. Я не могу сказать, что выпускники точки роста прошлого, позапрошлого сезона слабее этого. Нет. Совершенно разные, индивидуальные, со своими интересными проектами, со своими задумками. Их очень интересно смотреть. Те проекты, которые они готовят, и которые потом представляют на муниципальных, а потом на региональных. Я просто по своей дурной журналистской привычке все время хочу найти какого-нибудь, ах, жареного необычного. Может, какой-то уникум у вас там, я не знаю. Как мы одинаково думаем на эфирах, это же страшно. Но я почему молчу, потому что Владимир задает мои вопросы, которые мне тоже приходят на ум. Я тоже самое про уникумов и про интересные проекты, которые вас удивляют. Приходят такие звезды, что прямо думаешь, ну я же этому не учил его, откуда это в его голове. Приходите на региональный конкурс. Мы обязательно придем на региональный конкурс, я вам обещаю, мы будем там смотреть, кого вы пускаете. На самом деле, понятно, что принципы предпринимательства, они, грубо говоря, одинаковые. И вся уникальность, о чем вы говорите, это возможность, инициативность ребенка найти идеи для бизнеса. И здесь, на самом деле, бывает очень необычно. Мы, например, не представляли, что в этой сфере можно действительно заниматься микробизнесом. А вот, естественно, в рамках обучения мы их учим проводить опросы, замерять интересы населения, проводить исследования и так далее. И они находят. И вот тогда, на самом деле, смотришь, думаешь, как он догадался взять вот эту тему и развить ее в проект. Потому что, на самом деле, бывают и, скажем так, даже немножко фантастические проекты, которые мы понимаем, что не могут превратиться в настоящий бизнес. Но, опять же, говорим, это не цель. Наша цель научить. Он научился делать бизнес, он завтра взял другую идею и ее понес. Потом послезавтра ее бросил и взял третью. Это абсолютно нормально. Это бывалые предприниматели так и говорят, не нужно хвататься за единственное. И потом нравится, не нравится, получается, не получается, тянуть. Надо искать, надо переходить, может быть, из сферы, из сферы. И потом найти действительно то, что у тебя получается, то, что приносит максимальный эффект. Ну и, соответственно, доход. Ну да, это как с хирургом. У всех абсолютно одинаковый набор инструментария, а ваша задача научить им пользоваться. А дальше уже человек должен тренироваться, чтобы овладеть им совершенство. Ну вот дети, как известно, они такие люди отчаянные, смелые, открытые для нового и так далее. А вот те, кто постарше, что им мешает начать свой бизнес? Вот какие главные якори, которые не дают развернуться человеку, который вот и хочет, и не начинает. Какую стену приходится пробивать, да? Ну, для постарше у нас тоже есть проект. Да, вот точка роста, это мы, как говорили, старшие классы. У нас есть еще проект «Вектор успеха». Он помоложе, ему только два года. Это для учащихся средних и высших учебных заведений. Плюс к тому, что вот в последнее время и многие учебные заведения города Омска начали внимательнее относиться к подготовке кадров, вот не только как наемных кадров для потом промышленности, социальной сферы и так далее, но и возможности находить там коммерческие возможности, 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 да, коммерческие какие-то идеи. Аграрный университет, например, медицинская академия, колледж медицинской академии, они вот именно проводят студенческие конкурсы, бизнес-проектов, да, но там уже, получается, в рамках профессии, как бы, да. Поэтому, на самом деле, может быть, мешает, да, недостаток какой-то информации или знаний, да, может быть, какое-то опасение, что, а вдруг не получится, страшно попробовать, да. Бывают финансовые затруднения, да, там для того бизнеса, где требуется какой-то начальный капитал, но все это, на самом деле, не страшно, то есть можно прийти, можно спросить, получить совет, да, и попробовать. Рекомендуете попробовать? Да. Мы тоже можем. Набор на следующий учебный год у вас начинается традиционно в сентябре? Вот те, кто сейчас послушал, дети вдруг захотели? То есть, с августом уже начинаем запись, да, и в сентябре где-то открытие нового сезона. Ну, новый учебный год. Приходите и записывайтесь. Я думаю, вы поняли сегодня, благодаря Виктору Юрьевичу, что деньги зарабатывать, во-первых, не стыдно, деньги зарабатывать нужно, деньги зарабатывать нужно уметь, и всему этому вас научат в бизнес-инкубаторе. Будь вы бизнесмен со стажем, или у вас подрастает ребенок, которому вы собираетесь привить бизнес-жилку. Милетних еще не берете? У нас есть парочек тут. Мы поработаем уже. Хорошо. Рановато еще. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. Было действительно очень интересно узнать, что у нас есть то, что мы так, в общем-то, не замечаем. Настоящая служба, которая кует бизнес-кадры для Омской области, а, в общем-то, для всей России. Без малого бизнеса, насколько я знаю, экономика никакая существовать не может. Безусловно. Спасибо вам за это ваше дело. Спасибо вам большое и важное. Удачи. Все хорошо. Всего доброго. До свидания. Ну что, подводим итоги нашего голосования. Сегодня мы спрашивали у вас, какая форма поддержки начинающему бизнесу, по вашему мнению, самая ощутимая и необходимая. Большинство из наших телезрителей проголосовало в равных долях за два варианта ответа. Это бесплатная аренда и льготные кредиты и займы. Чуть меньше поставили галочку напротив ответа. Помогать нужно только производством в сфере продажи услуг. Можно обойтись своими силами. 15% за налоговые льготы и 5% за бесплатную юридическую поддержку. Ну и это выбор наших телезрителей. Мне кажется, мы тут сами немножечко как бы поставили сложность перед нашими телезрителями, потому что каждый из этих пунктов, он по-своему важен. И так или иначе, все это приходится преодолевать, решать, разбираться. В общем, сложности на этом пути, безусловно, есть. И облегчить этот путь можно. А главное, как мы сегодня выяснили, облегчить его можно тому, чему нам всегда, тем способом, которым нам всегда говорят. Учиться, учиться, учиться и учиться. Знание сила, если короче. Знание сила, знание деньги. В общем, все. Не останавливайтесь на достигнутом. Пытайтесь совершенствоваться. Возможно, ваш миллион уже за соседним углом. Вам только надо немножечко-немножечко поднапрячь мозг и обратиться в бизнес-инкубатор, где вам обязательно окажут и грамотную юридическую помощь, и вообще дельным советом, конечно, вам помогут. Все, я читала, читала все детство книжку «Путешествия по стране экономика». Да? А я все время прочел «Незнайку на Луне». И вот мы здесь. Вместе с вами сегодня этот вечер проверил Владимир Маконкин. И Наталья Рогалева. Деремся завтра в 19.30 на 12.00 канале и поговорим о важном и интересном. Берегите себя и хороших вам вечеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова